Карпов Петр Михайлович, 33 года. Сам с Ростовской области, город Азов. 7-я бригада, 3-й батальон, 8-я рота. На момент, когда взяли, должность была стрелок. Бежать, скрыться, ну, мы понимали, что нам бежать в принципе некуда, мы даже не знали, где мы находимся. Знали, что где-то под Лисичанском, а где это, что это, как бы особо карты не знали, и куда бежать мы не знали. Раненых было много, заходили группы Барса, заходили группы Ахмата, то есть много было раненых, много было двухсотых. Двухсотого мы выносили, у него ГС попал в голову, то есть одного выносило осколочное ранение было в живот, другого осколочное ранение было где-то в район плеча, а это по лицу там посекло. Одного видели, с Барса вносили, у него с отрыванной рукой был. Вот, ну, в таком плане ранение. А так, ну, там, у кого пылевые видели, ранение, руки, ноги, то есть осколочные руки, ноги. Война – это смерть, это грязь, это страх, это плохо, то есть нас считают как разменный материал, то есть нас относится как мясо к нам. Никаких денег это не стоит, ни миллионы, ни миллиарды, это не стоит этих денег. Война – это грязь, это страх, это смерть, это плохо. Пришла повестка по мобилизации, пришел в военкомат, меня забрали. 15 февраля меня уже призвали, то есть я уже прибыл в военкомат и оттуда отправили. У нас изначально, как бы, говорилось, что если там не явка, то есть это уголовное дело, то есть все остальное. Но некуда спрятаться, когда у нас город маленький, родственника где-то далеко, там, за границей, где-то этого у меня нет. Нас отправили, то есть село Персиановка, 102-й полк, и там нас расположили в казармах. Мы побыли 3-4 дня в казармах, и нас отправили при, так же при селе Персиановка, при 102-м полку, полигон Кадамовский. Там был полевой лагерь, в течение 2-3 недель мы там проходили обучение. Мы занимались, значит, тактической подготовкой, боевой подготовкой, медицинской подготовкой. Особого такого этого не было, то есть занимались так, до галочки. То есть там нас настояли, там построений было много, то есть от такого, тактических занятий, так, ну, были они, да. Можно сказать, что прям много. После подготовки нас отправили в Луганскую область. Успенка, это тоже там был полигон, полигон центральный. Вот, там мы также закрепляли все, что мы проходили в селе Персиановка. Ну, тактическая подготовка, боевая подготовка, так же занимались, занимались медицинской подготовкой, инженерной подготовкой. А дальше, после обучения нас отправили уже, разбили по группам и отправили, вот нас 12 человек, нас отправили под село Золотаревка, под Лисичанск. Там мы находились в течение 9 дней, в частном доме, после этого нас отправили на позиции. Ну, страх присутствовал, конечно, присутствовал страх, непонятно было, что, куда и зачем. Бежать, скрыться, ну, мы понимали, что нам бежать, в принципе, некуда, мы даже не знали, где мы находимся. Мы знали, что где-то под Лисичанском, а где это, что это, как бы, особо карты не знали, и куда бежать мы не знали. На позиции нас отправили, по-моему, с 8 апреля на 9, то есть это вот 8 нас в 9 вечера погрузили. То есть мы приехали и передвигались где-то вот, где-то в час ночи, в 2 часа ночи мы призвели на позиции уже 9 числа. Ну, на позиции нас поместили в блиндажи, вот, и мы находились в блиндажах где-то сутки. После этого 10 числа мы увидели, что там начался штурм, штурм Террикона, штурм завода. Вот, мы были в эвакуационной группе, то есть выносить раненых. Раненых было много, заходили группы Барса, заходили группы Ахмата, то есть много было раненых, много было двухсотых. То, что я видел, точно выносило одного двухсотого, трех трехсотых, и плюс вереница много видел трехсотых. Двухсотого мы выносили, у него ГС попал в голову. Ну, то есть одного выносило осколочное ранение было в живот, другого осколочное ранение было где-то в район плеча. Это по лицу там посекло. Одного видели, с Барса вносили, у него с отрыванной рукой был. Вот, ну, в таком плане ранение. А так, ну, там, у кого пулевые видели, ранение, руки, ноги, то есть осколочные руки, ноги. После этого штурма нас направили на оппозицию, самую крайнюю позицию, нас направили на подтерекон, оппозиция «Медведь» называлась. Вот, это было 12 апреля, и по момент, когда нас взяли в плен, мы находились на той позиции. В этот период проходил еще один штурм был, вот, такой же неудачный, то есть мы также находились в эвакуационной группе. То есть в группе просто охранения, то есть в своей позиции. Вот, это было 8 мая. Все это время находились на позициях, копали окопы, занимаясь инженерными работами, там окопы, блиндажи. Ходили себе за провизией. Пару раз нас водили с утра до вечера, то есть покупаться на завод НПЗ. Каска, бронежилет, да, и автомат был, АК-74. Каска была несовременная, то есть она была практически, не являлась защитой, то есть она... Сдумает, правда? Да, 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 бронежилет был третьего класса защиты. Были прострелы, да. Нас обстреливали с пулемета, бывало прострелил, был, обстреливали с АГС. Прилетали минометы, прилетали минометы, 120-е, 80-е, пулька прилетала. Ну, это 60-й калибр, такой беззвучный, то есть он падает, то есть его не слышно. В плен попал, у нас начался артобстрел, мы сидели в блиндажах, вот, и на дальней позиции, то есть, ну, дальний блиндаж наш, на этой же позиции, там слышали голоса, выстрелы, автомата, то есть взрывы. Ну, мы, у нас блиндаж был вот так вот продолговатый и чуть глубь, то есть при обстреле мы залезли чуть глубь, ждали. После этого нам залетела сначала одна граната, мы испугались, не стали вылазить. Нам залетел в блиндаж вторая граната, потом залетела третья, у нас там загорелись пороха, то есть начали задыхаться. Я уже так потихоньку начал терять сознание, потом залетела четвертая граната у одного из наших, то есть у него посекло щеку, и мы без оружия начали вылазить. Сказали, что мы без оружия, мы сдаемся, нас вот взяли в плен. Смысла не было никакого отбиваться, то есть мы стрелять не хотели, то есть решили, чтобы живыми остаться, то есть остались в плен. В плену все хорошо, нас никто не бьет, не оскорбляют, вывозят в туалет покурить, то есть кормят, все хорошо, никто не бьет. Нам дают рис, тушенку, то есть постоянно у нас вода находится, то есть у нас нет проблем ни с водой, ни с чем, то есть все хорошо. Нам много чего рассказывали, запугивали, говорили, что будут избивать вас, будут и возможно будут резать, то есть отрезать и головы, то есть вешать, то есть в таком плане. И что родителям будут звонить, то есть снимать нас на телефон, как нас мучают, то есть звонить родителям, то есть это все показывает. Показывает, то есть нет, все на месте, все целое. К нам хорошо относятся, то есть да, рассказывали, что носятся здесь фашистские знаки, то есть зигуют, поклоняться, то есть фашистской идеологии, то есть не увидели, все такие же простые люди, то есть мы, то есть такие же верующие, то есть нету ни фашистов, никого, то есть все абсолютно кардинально другое, что нам рассказывали. Нету такого, что там русский язык притесняли бы, этого вообще нету, вообще нету этого, чтобы там притесняли русский язык. По телевизору показывают то, что да, притесняют русский язык здесь, то есть говорят только на украинском, то есть если слышат русскую речь, то есть сразу начинают избивают, то есть мирное население. Я такого вообще не видел. Все разговаривают по-русски, кто как хочет. Притеснения языка вообще нет никакого. Война это смерть, это грязь, это страх, это плохо. Война это очень плохо. Очень крайне негативно отношусь к войне. На данный момент хочется жизни, хочется мира. Хочется работать на созидание, а не на разрушение. К Путина отношусь так, что народ вводит заблуждение, посылает на верную смерть. К нам относятся, нас считают как разменный материал. То есть нас относятся как мясо к нам. Сказал бы, чтобы прекратили кровопролитие, то есть вышли с территории Украины, то есть занимались своей страной, наводили порядки в своей стране. Сделали так, чтобы страна в первую очередь наша процветала, и они лезли куда-то, ну, в другие страны, в другое место. Никаких денег это не стоит. Ни миллионы, ни миллиарды это не стоит, этих денег. Война это грязь, говорю, это страх, это смерть, это плохо. Я сделаю все, чтобы сюда вообще не возвращаться. То есть я хочу заниматься мирной жизнью, хочу воспитывать своего ребенка, то есть заботиться о родителях, продолжать работать на мирной работе и забыть это как страшный сон просто.